Привет, друзья! Очередной CallStoryBov в здании. Где-то он буквально новенький на канале, буквально недавно подписался, или, может быть, вы случайный человек. Начнём с того, что я дотер. Я играю очень много в доту, стримлю дот, записываю ролики по доте. Но у меня на канале есть рубрика CallStoryBov, в которой я рассказывал интересные истории жизни. И мало того, что из жизни, так они ещё зачастую даже как не связаны с дотой. Поэтому сегодня будет затронута тема, которая с дотой тесно взаимосвязана. Но данная рубрика, скорее всего, для всех. Ну, в основном для всех. Её можно слушать под еду, как подкаст, несмотря в экран. Но я, опять же, сегодня хочу затронуть очень интересную тему. Почему я никогда не стану или не смог бы стать проигроком в баскетбол, в доту, или где угодно заняться чем-то ультрасерьёзным. Начнём мы с такого, ключевого термина. Как стать проигроком или профессионалом в чём-то? Ключевой критерий становления в каком-либо деле профессионалом – это дисциплина. Очень важно соблюдать дисциплину на тренировках, будучи спортсменом. В доте на тренировках, на скримах, то есть стабильно играть. Чтобы быть высококлассным ютубером, нужно постоянно работать над своим контентом. Но в мои 15-14 лет, запись идёт, микрофон включен, всё правильно, я столкнулся с проблемой. Одни я узнал буквально в течение этого года. Я не думал, что такой диагноз может быть, но у меня есть психическое расстройство. Называется биполярочка. А если назвать её точно, биполярное эффективное расстройство. То есть бар, как оно называется. С чем оно связано? Оно связано с перепадом настроения. Бывает такое, что вы сидите, и вас прямо разрывает от кайфа. Может, вы видели на стримах, когда я сижу, меня прям веселит, я смеюсь со всех моментов. У вас от этого пресс-мораль огромная, у всех всё круто, меня всё радует. Я сижу, кайфую, меня невозможно расстроить, меня невозможно обидеть. Ну, знаете эту тему, да? Сегодня я в хорошем настроении, потому что эта биполярка сделала так, что у меня сегодня хорошее настроение. Я перевозбуждён, у меня всё очень круто, у меня прям всё приятно, меня всё радует. Всё вокруг происходящее, меня прям, я до этого кайфую. Но так вышло, что у биполярки есть тёмная сторона. Это депрессивная, то есть есть, как она называется, возбудительная какая-то сторона. Сейчас, даже скажу точно, не буду врать, скажу биполярное расстройство. Существуют две стороны биполярного расстройства. Это... Где же это? Прошу прощения, друзья, за паузу. В общем, существует сторона, когда у вас депрессия, и сторона, когда вам хорошо. Сегодня у меня сторона, когда хорошо, но бывает сторона, когда депрессия. Когда сторона, когда депрессия, для биполярников, конкретно людей, больных этой, можно сказать, психической болезнью, это болезнь. Нужно идти к психиатру и лечиться. Я не хожу почему-то, или к психологу, может быть. Также лечится с семьёй, но это чуть позже об этом. Вы, когда у вас депрессивное состояние, вы абсолютно перестаёте контактировать со всеми вокруг. Наверное, с этим была связана моя социофобия. Во-первых. Во-вторых, вы можете сутками лежать на кровати, диване и вообще где угодно, и не двигаться. Вообще не двигаться. Вы можете просто лежать сутками. Моя мать никогда не понимала, как я мог просто сутками сидеть за компом и лежать, не вставая, ни с кем не разговаривая. Теперь ты, наверное, понимаешь, смотри этот ролик. Так, почитал я об этом интернете совершенно недавно, буквально неделю уделил на изучение материала, потому что приступы стали становиться всё чаще. И как они проявляются? Представьте ситуацию, вы вечером ложитесь, у вас всё хорошо. Вы отдали охорону, эту сумму, у вас всё круто, вы становитесь свободнее с каждой подданной суммой человека, которому вы должны. Вы отдали ещё долги. И вы хорошо общаетесь с людьми, у вас всё хорошо, всё хорошо. Канал YouTube развивается, Twitch развивается, люди вас любят, все друг друга любят, у вас всё хорошо. Наутро вы просыпаетесь и понимаете, что что-то не так. Вы сидите за компом и начинаете себе что-то придумывать. Задаете вопросы, почему? Почему всё так плохо? И задаете вопрос, вопрос на вопрос, на вопрос, на вопрос. И к вечеру оказывается, что вы самый худший человек на свете, о котором окружают ужасные люди, и в целом всё в мире ужасно. В целом наша песня не продолжает играть. Давайте следующий, подробим. Автовое распроизведение. И так ужасно получилось, что момент биполярочки прокнул на момент дней, когда я собирался стримить практически ежедневно. То есть, ну я вообще собирался стримить буквально 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 число, и на 17-е уехать. Но у меня тут, я пару дней пролежал на кровати, ничего не делал, смотрел сериалы и грустил. Даже немножко выпил вина, так сказать, бутылку. Поэтому я не смог бы стать киберспортсменом никогда, либо киберспортсменом, либо профессиональным игроком баскетбола. Я могу в один момент, во время тренировки, понять, что мне грустно, и уйти с тренировки. Ну, тогда еще этого не было, я терпел это все, но я не смогу держаться в плохом настроении в каком-то деле. Звучит тут тупо, да? Ну вот вы так думаете, ну ты это можешь сам привязать и не уходить, и кайфовать. Это все получается само. Вы сидите, и вы не понимаете, почему так. Я 9 лет играл в баскетбол и не замечал этого. Я мог, моя мать не даст оврать, я мог ежедневно на протяжении нескольких месяцев ходить в баскет и играть по 9-12 часов, кидать, я кайфовал, я не уставал. Но потом была стадия, когда я мог так же месяц лежать на кровати и не вставать с нее, или сидеть за компом и не вставать, прогуливать школу, никуда не ходить. Такое было. Я не обращал внимания, сейчас я обращаю внимания на это все больше, потому что, во-первых, частота подобных, не знаю, этих приступов начала очищаться, все началось чаще становиться со мной в подобной ситуации. И, помимо этого, они начали принимать более жесткий характер. То есть, если раньше это было просто проходит на плохое настроение, когда тебе ни с кем не хочется общаться, ничего не хочется делать, сейчас появляются какие-то суицидальные ужасные мысли, о которых вспоминать потом стрёмно. Мысли о селф-хартинге, то есть травмировании самого себя, ну и тому подобное дерьмо, о котором ни один здоровый человек думать не станет. Не то чтобы сейчас это огромная проблема, потому что у меня сегодня все хорошо, но завтра может опять все плохо. И я вот хотел рассказать о том, что если у вас есть проблемы подобные с головой, так сказать, когда вы живете и понимаете, знаете что, пожалуй, ключи музыка, она мне мешает сконтрироваться на мыслях, если у вас есть проблемы, когда вот у вас один день хороший настроение, завтра плохое, вы можете думать, что вы там просто нестабильный человек, у вас родственники, ваш друзья могут смеяться там, ну все что угодно, вы должны понимать, что, как правило, это зачастую не связано именно с вами. Можно заходить к психологу, можно пообщаться с знакомым психологом, можно заходить к психиатру. Я не говорю, что это прям обязательно, но это сделать можно и желательно, потому что с мозгом шутки плохи. Люди такие существа, что они пока что единственные, кого мы знаем. То есть мы люди, и мы единственные, кто можем абстрактно мыслить среди тех, кого мы знаем. Абстрактное мышление унесет в себе не только хорошие эффекты, например, умение рисовать, умение представлять какие-то красивые образы, умение создавать тот же самый контент на ютубе, ведь это абстрактное мышление, ведь я создаю то, что по факту не создаёт никто. Но это именно моё мнение. Например, один человек создаёт одно, я создаю другое, третий создаёт третье. Это всё порождает абстрактное мышление. Также оно может идти в абсолютно противоположную сторону. Абстрактное мышление может дать нам какие-то мысли и развить их до такой степени, плохие мысли, что вы начнёте в них всерьёз верить, и это будет ужасно. Вчера я поссорился с очень близким человеком, кинул его в ЧС во всех местах, удалился с Тима. Также было и с прошлым близким человеком, и с позапрошлым. Ну, со всеми, кроме Маши. Я не знаю, с чем это было связано. Просто мои эмоции, они меняются чуть ли не на дню. Сегодня хорошее, а завтра плохое. Поэтому люди, которые заказывают меня до обучения и думают, почему я им не отвечаю по 4-5 дней, если вы смотрите этот ролик, вы должны понимать, что я из тех людей, которые очень сильно зависит от настроения. Если вы хотите заказывать обучение, то вы должны понимать, что есть шанс того, что я впаду в депрессию, и у меня не будет неделю. Я могу просто лежать на кровати и не вставать с ней неделю. Звучит тупо, грубо, но вот такой я человек. Поэтому я не смог бы работать на работе, потому что вы не сможете сказать, что на работе у меня депрессия, я не пойду сегодня работать, я буду лежать на кровати, вас просто уволят. Я не смог бы быть баскетболистом, потому что баскетболист обязан тренироваться постоянно, когда это нужно. Как и спортсмен, так же и дотер. Я не играл в доту 4 дня сейчас, 3. В постоянной команде такое непростительно, нельзя так. Как это все лечится? Есть несколько вещей. Есть медикаментальное, когда вы приобретаете некоторые препараты, в том числе антидепрессанты, которые сделают у вас овощи, и лечитесь за счет успокоения. Честно скажу, не помогает. Антидепрессанты не пробовал, но в целом успокоительные не помогают. Они только делают хуже. Вы становитесь скучным, медленным. Лучше я буду иногда дерьмом, иногда веселым, чем стабильно дерьмом, слабеньким дерьмом. Это не прикольно. Второе, это семейное лечение. Когда у вас есть близкий округ людей, который всегда вам помогает и не дает вам впадать в депрессивную часть. И третье, это диалоги с психологом, с психиатром. То есть конкретно с врачом, который вам помогает. И да, не бойтесь, не бойтесь с ними общаться. Они помогают, правда. Они... Общение с людьми нужно. И человек это переживает социальное существо. Как бы вы ни кричали о мизантропии, о том, что одному жить круто. Да, одному жить круто. Но не всегда возможно. Скажем так, вы, когда идете в магазин, вы также контактируете с людьми, покупаете у них продукты. И это еще раз доказывает то, что без людей жить сложно. Один не проживете. Можете, конечно, поиграть в игру Forest. Это интересно. Это симулятор жизни в соло, так сказать. Хотя и там в пати режим есть. Ну вот. Там все уже понятно, что одному жить в столько раз сложнее, сколько людей вас не окружает. В общем, эту причину я объяснил, почему я не смог бы стать каким-то проигроком. Но мы чуть дальше зайдем. Как эта проблема мешает мне в жизни? Ну, во-первых, я никогда в жизни не смогу работать. Многие говорят, почему ты не работаешь, почему ты бакланишь дома, снимаешь ролики на ютубе. Ребят, все просто. Я не смогу работать. Если я пойду на работу, меня уволят. Я не могу работать в плохом настроении. Я не смогу делать что-то рутинное. Если я буду работать в плохом настроении, я прогуляю работу. Я проснусь, у меня плохое настроение. Пойду на работу. Моя мать ежедневно не прогуливала работу на протяжении всей своей жизни. Она ходит и работает учителем, работает, учит детишек. Она не прогуливает работу просто так. Она прогуливает тогда, когда ей плохо, действительно. Даже больной ходит на работу. А я, если мне хоть чуть-чуть плохо, болезнь какая-то или, может быть, усталость после чего-то, я не пойду. Серьезно, я не пойду. И в этом плане стримы с свободным графиком в тысячу раз лучше, чем какая-то работа для меня. Кому-то нравится рутинная работа, когда вы пришли, поработали, получили деньги, ушли. То есть вы сделали свое дело, получили за свое дело столько денег, сколько вам обещали. Ну, во-первых, это не рандомно, это фиксировано, а я не люблю стабильность. Во-вторых, там нужно всегда быть вовремя вместе. То есть вы работаете на кого-то, и не делав что-то, вы получаете это по голове. А я не хочу получать по голове. То есть это я вам объяснил. Ну и как мне это мешает сейчас, это болезнь, ну не знаю, назвать это болезнью или просто расстройство. Не было пару дней стримов, я потерял какую-то часть аудитории, которую я мог бы получить. Скажем, если стримить ежедневно, шанс того, что вы поймаете какого-то человека, который поможет вам финансово, поможет вам физически, или может быть вы найдете какого-то человека, который будет вас с вами следовать на протяжении всей жизни, таких людей находил случайно совершенно. Я просто говорю о том, что шанс поймать такого человека намного выше, если вы стримите чаще, чем стримили я сейчас. Буду ли я с этим бороться, я не знаю. Но я рассказал о том, что такое есть. Многие это не воспринимали всерьез, думали, что это просто депрессия, мол, Дэн приуныл, все дела. Но в одной раз, если вы видите в группу информацию, что я приуныл, лучше не пишите мне в ВКонтакте. Ну, отставьте меня в покое. Просто бывает ситуация, когда я хочу побыть один, но вот так я сижу, типа, и на протяжении всего времени я не отвечал в ВКонтакте с того момента, как вот приуныл, то есть вот все сообщения я не читал. Некоторые отвечали, просто которые важные, но в основном, то есть подрубишь, там, завтра в Форест или в Доту пойдешь. Это все, типа, прикольно, но я не могу сейчас отвечать, увы. И понимать, да, ребят, что очень тяжело общаться с людьми, когда ты в депрессии. Поэтому в одной раз оставляйте человека в покое. В общем, я рассказал о своей проблеме, если у вас есть подробные, пишите в комментариях. Объяснил, почему я никогда не стану проигроком, почему я не стану баскетболистом, и не стал бы, если бы продолжал играть. Было интересно, ставь лайк, а следующий ролик у Стори Боба выйдет про моих соседей, про которых я расскажу уже немножко подготовленней. Извиняюсь за столь короткий ролик, потому что Коста Тори Боба обычно длинные. И, кстати, да, после того, как я дам долг Харону, я постараюсь купить камеру, в которой я буду записывать Коста Тори Боба в более живописных местах. На улице, на крышах, и проще, красивые места. Ролик короткий, извиняюсь, но в любом случае, спасибо за просмотр, всем пока.